Мы молились Господу, чтобы Господь помог тем, кто действительно вот такое сооружение грандиозное создавал. И молились просто Божьей помощи. Что касается участия в общественном совете по строительству моста, по властвованию митрополита Платона, узкопреосвященнейшего управляющей епархии нашей Федосийской Керченской, я был введен в состав этого совета, принимал участие во всех заседаниях. Ну и когда было завершено изготовление арок, это действительно грандиозные конструкции, вот тогда по просьбе строителей моста, буквально в таком, можно сказать, рабочем порядке, вот, и при установке арки железнодорожной, при установке арки автодорожной, вот, приезжал туда, ездили мы с завхозом нашим, приходским, Геннадием Борисовичем Григорьевым, вот, и совершали там чинопоследование, называется «Молебное пение перед началом всякого доброго дела». Вот, понятно, не завершилось только как бы этим чинопоследованием, по возвращении назад на приход обращался дважды к прихожанам, чтобы они старались и молились тоже дома в этот момент. Я думаю, что очень много было земных поклонов положено, мы, конечно, очень сильно все переживали, потому что конструкция действительно грандиозная, а точность там буквально в миллиметрах, точность установки буквально измерялась в миллиметрах. Наша страна, Россия, матушка, возрождается и в духовном плане в наше время, и поэтому, как бы, все это естественно, и многие мероприятия, тем более такое мероприятие, которое действительно очень важно для, не только, сказать, регионального, но государственного уровня. Поэтому удивления никаких не было, просто радость была, наверное, и чувство ответственности за то, что доверили. Арки были освещены перед их установкой, но когда мост уже был готов, это 2018 год, 6 мая, день праздника Георгия Победеносца, накануне Дня Победы, с территории Таманского полуострова аэростат под названием Россия поднялся в небо и пролетел через Кирченский пролив вдоль моста нашего Крымского. На этом аэростате находился митрополит Платон, который осветил мост, вот весь мост, буквально, так сказать, с небес. Вот, поэтому, как бы, тут все это совместный труд, труд рабочий, конечно, уникальнейший труд людей, которые, инженеров, рабочих, которые струдились на этом строительстве. Вот, понятно, что люди православные молились, старались таким образом помочь в этом деле. Вот, совместно, действительно, вот такое прекрасное сооружение на сегодняшний день мы имеем. Пуповинка такая, которая связывает Крым с континентальной Россией. Переживания, да, в любом случае переживания были, потому что много очень таких нюансов, которые просто иногда даже просчитать невозможно. Но, слава Богу, Господь послал и погоду, штиль абсолютный. То есть все благоприятствовало просто этому. И явно Господь был с нами. А, конечно, это состояние, да, какой-то такой, знаете, тревоги, но она такая светлая тревога, радостная тревога была. Вот, особенно, конечно, было радостно, когда вот наутро сказали, что уже одна арка, потом вторая арка установлена. 16 мая, вот, 15-го проехал наш президент, вот, в головной колонии, открыл движение автодорожное. А 16 мая, да, в гражданской колонии, милостью Божьей, вот, удалось проехать по мосту по приглашению общественного совета. Вот, конечно, радостно было. Ну, что я могу, это действительно просто впечатляло, ну, действительно, душа пила. Вот, есть радость такая, духовная, она имеет свой оттенок, а это такая радость, ну, скажем, человеческая, радость своей державы, потому что, действительно, такие огромнейшие, мощнейшие сооружения только мощнейшая держава может и создавать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова